Друзья, приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту квартиры своими руками. Идет у меня четвертая неделя ремонта двухкомнатной квартиры. Ремонт я начал 28 марта, сейчас у нас 24 апреля. Началась четвертая неделя как раз ремонта. Вот что было сделано. Давайте пройдемки с покажем. Стены уже везде полностью зашпаклеваны. Здесь уже вот эта комната, кухня, коридор. Вот кухня, коридор уже зашлифованы. Шпаклевка финишная. Наносил в два слоя. После штукатурки стены у меня везде под обои. Также выровнены были по маякам стены в ванной. Вот она сейчас как уже выглядит. То есть тут уже все в принципе готово. Можно клеить кафель. Тут стенку зашил гипсокартоном. Тоже маленько подтянул, подровнял. По полу теплый пол сделан. Провода выверт под терморегулятор. Выверт под датчик. Под сам пол уже. Теплый пол сам уже положил кабель. Осталось потом только подключить уже после обоев терморегулятор. Так же в кухне. Так, ну тут в кухне все розетки подведены под гарнитур. Как я подводил, я показал в другом видео, посвященное этой теме. Как подвести вот электрику для кухонного гарнитура. Так же сделана вытяжка для гарнитура. Так, сегодня у меня осталась вот одна комната. Ее надо будет зашлифовать, загрунтовать и подтянуть пол. Вот здесь вот пол я уже подтянул. Во всех комнатах. У меня остались только вот кусочек небольшой вот здесь вот. И вот здесь вот в гарнитуре. Так вот, что насчет пола. Пола, пола. Вот здесь вот пол у меня был фактически идеальный. Единственное для его, в принципе, и оборудование идеальный, по плоскости. И вот, были единственные вот такие небольшие вот такие полюбивые выемочки. Ну, допустим, вот в такое расстояние, как там вот выемка. Ну, допустим, там на полсантиметра. И то, это просто частично, и везде он же будет. Ну, здесь вот по всей вот площади была вот такая вот большая выемка. Вот такой пол, когда он, в принципе, почти ровный, но все-таки он нуждается в небольшом таком ремонте. Как я делаю? Опять же, выгодно и экономно получить. Большинство, как вышли и стали наливной пол делать здесь. Ну, чтобы там, например, на три его поднять, и он как-то распечется и погребняет. Он на самом деле, он погребняет особо отряд или что-то погребняет, потому что полы быстро впитывают. И если просто разливать наливной пол на такую вот площадь, ну, вот здесь пока, там, 16-17, вот этот полный, то вы просто не успеете, он у вас в управление пойдет. То есть, чтобы его налить так, чтобы он сам сам разогребнялся, он хорошо, нужен свой, ну, хотя бы где-то, ну, около сантиметра, чтобы здесь за их пол около сантиметра у вас будет, ну, я точно не считал, но я думаю, кто-нибудь на этот полный пол пришел бы тысяч шесть полный пол. Потому что я не пришел, стоя где-то на многое, где-то 450 рублей. А сюда, в принципе, неприлично, это надо посчитать. Но я уже так, наверное, знаю, что это было рабочим долго. Как я делаю такой пол? Его, в принципе, нужно только всего немного поправнять. То есть, выронить, какую я хочу делать, какую-то плоскость. Вот мы, когда стенки готовятся, что готовятся, что готовятся, мы их как подравниваем? Мы в миллион и виллион равняем шпатёрку. То есть, там тоже небольшие перепады, там, до пяти миллиметров, они выравниваются к иночной шпатёрке. Я как-то подумал почему. Вот такой пол нельзя подобным способом выравнивать. Получится практически то же самое. И как я стану делать? Я беру, размешиваю клей на катере обычный. Чтобы поклея не выравниваю. О, я уже показывал, увидел. А вот такие места, как подравниваю, я еще не показывал. Сейчас вам покажу. И я вот этот клей наношу только что-то жёсткий. При помощи шпателя. Я уже показываю меня на 40 сантиметров. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Вот здесь у меня как раз осталось кусочек. Потому что мне нужно было здесь выходить просто. Сейчас вот у нас клей. Дверь. Дверь вот здесь. Идут с ассистенцией. А вичами. Сейчас размазываешь шпатурами. Размазываешь шпательами. У меня сейчас хватит, он бывает своей плоскостью Вот это небольшие неровности Вот у нас здесь буквально 5 мм Опаска его немножко Ну и всё Вот у нас здесь Вот у нас здесь Вот где неровность их видно Раз подмазал Ну в общем то вот таким способом выровнен весь этот пол Ну вот получается сейчас вставляем По-какинку-какинку В принципе Ну есть небольшие процедуры Буквально там по миллимету По два максимума То есть в любой плоскости То есть в общем что так Туда не разница Вот особенно часто вот эти вот края Они неровные То есть вот больше всего как приходится края По-какинку Сама плоскость по краю она более-менее нормальная А вот края вот этих вот Они бывают с небольшими там перепадами Ну то есть вот сейчас вот выверну Всё Болгой по руку И всё как бы ровненько Перепады допустимые Там два миллиметра где-то Ну максимум может быть три миллиметра Ну и то это уже на всю Микветровую простость В принципе для равената Это вполне допустимо На такой простости большой То есть вот вам простой способ Как опять же сэкономить денег На заливке пола Вот при таком вот полу Достаточно уже ровным Но требующим небольшого буквально Такого вот Линия ремонта Скажем так Ну в общем то На этом наверное и всё С этой недели начинаю Как рукафеля Буду угадывать Ну не знаю Посмотрю или на полне Полночным капелем угадывать Или в бане с туалетом Просто как быстрее Какая плитка уже есть Какую ещё там Какую-то плитку ждём Посмотрю как быстрее Какая-то плитка уже в наличии есть Какой-то нет там На фактах допустим плитки ещё нету Поэтому фактах уже будет Потом Похоже делаться Сейчас наверное Скорее всего начнём Вам на столе это делать Возможно Подписывайтесь на канал Скоро Я думаю через где-то Через месяц Уже Будем заканчивать Сегодня Приедут потолки И замерят парень Посчитаем Сколько цена Будет Зва потолки Занатяжные Здесь Занатяжные Попоролы Всё А Ещё Вот эти Почему не зашпаклёваны Коронны Вот Коронна Не зашпаклёвана И вот это Здесь будет Камень Под камень Я не шпаклюю Потому что На шпаклёвку Его не жрательно Наклеивать Так как может просто Шпаклёвка Отойти изнутри От стены Отвалиться Вместе с камнем Туалет сделан Стены выровнены Вот эта стенка И вот эта Обшита гипсокартоном Также выровнена По уровню Здесь просто Угол выводил От вот этой короны От этой стены Вот так вот был угол И вот Под угол 90 градусов Подравниваю Вот эту вот часть Ну тут буквально Свой там Миллиметр Пару миллиметров Под вентиляцию Провод вывел Под вытяжку